В феврале 2012 года, тогда еще не шибко популярная игровая студия Arkane выпускает свой главный хит, первую часть Dishonored. Достаточно быстро игра обрела статус культовой, благодаря своей атмосфере, музыке и игровому процессу. В этом году первая часть Dishonored исполняется уже 10 лет, и за это время вышло 3 DLC для первой части, продолжение и... давайте не будем об этом вспоминать. Однако, если вы такой же фанат этой вселенной, как и я, то наверняка задавались вопросом... И это все? Две полноценные части и два неплохих сюжетных дополнения? Неужели на этом все? Больше контента по Dishonored нет? Примерно таким же вопросом я задавался года этак 4 назад, пока не узнал о существовании дополнительной литературы по этой вселенной. О чем-то я уже рассказывал у себя на канале, и в идеале хотелось бы сделать обзор на каждую книжку из сегодняшнего видеоролика. Ну а сегодня мы с вами кратенько пробежимся по книгам, артбукам и комиксам по Dishonored. Я поделюсь с вами своим мнением на их счет, после мы подведем маленькие итоги. Ну а с вами Крэви Гангстер, и мы начинаем! Всего по вселенной Dishonored вышло два артбука. Архивы Дануола в 2014 году и Искусство Dishonored 2 в 2016. Но несмотря на то, что оба артбука выполнены по одной вселенной, между ними есть достаточно разительные отличия. Архивы Дануола представляют собой в первую очередь информатическую справку, в которой много сказано про лор игры, некоторые ее аспекты и игровой мир. По ощущениям, примерно 70% всего артбука это текст, что на самом деле неплохо и явно зайдет прошаренным фанатам серии. Да, часть из-за этого мы могли найти в самой игре. Однако прочитать артбук все равно стоит, хотя бы ради некоторых интересных заметок и концепт артов. В свою же очередь, Искусство Dishonored 2 это действительно сборник различного рода иллюстраций и концепт артов. Практически без текста и лишь с некоторыми маленькими заметками. Это самый что ни на есть артбук, в котором кроме артов и некоторых нереализованных идей практически ничего нет. Однако глядя на то, сколько в нем концептов и рисунков, диву даешься, что все это могло быть во второй части Dishonored. В общем, крайне рекомендую к прочтению, причем не только фанатам серии. Правда, страниц в артбуке в два раза меньше, чем в архивах Дануола. Однако, уверяю вас, оно того стоит. В общем, оба артбука по Dishonored прошли проверку качества. К сожалению, нынче найти их на прилавках магазинов практически невозможно. Еще в 2018 году я единожды удосужился вживую увидеть архивы Дануола в центре города в одном из гик-магазинчиков. Однако, уже тогда артбук по первому Dishonored стоил в районе 5000 рублей. А потому купить мне его так и не удалось. Откуда у ребенка такие деньги? Ну а так, поставить их куда-нибудь на полочку, я был бы рад. Вермудский обман Вермудский обман Все это время вышло 4 комикса, что образуют собой одну полноценную историю, за которой мы и будем наблюдать от лица Корву Атана и Марты Котингс, офицера городской стражи Дануола под личным руководством Алекси Мэйхью. Если вам интересен краткий пересказ всех частей комикса, то рекомендую глянуть видеоролик моего хорошего товарища Ноура, созданию которого я также свое время приложил руку. Ну а если вам интересна лишь завязка и обзор, то мы продолжаем. История начинается с того, как решившись проверить свои навыки Корво, без проблем разбирается с городской стражей и в том числе с Мартой, подмечая ее напористость и амбициозность. Сам Корво задается вопросом, а кому он передаст все свои умения и навыки, когда умрет? Корво не искал семью, он искал наследника, того, кто мог бы стать его учеником. Этим же вечером Корво Атана отправляется в район старого порта, подслушав слухи о том, что новая банда шляпников, что отделилась после смерти старикана, готовится принимать новую контрабанду. Решившись помешать их планам, Корво замечает мальчонку, внешний вид которого тут же пробивает в Корво воспоминания о его родной сестре Беатрис, пропавшей еще во времена его юности. С этого момента и начинается история. Марта, по приказу лорда защитника, начинает свое расследование по поводу этой контрабанды. А сам Корво, вооружившись силами чужого, отправляется на поиски Майло, его единственного племянника. Что можно сказать о самих комиксах? История, как по мне, получилась на твердую семерочку. По сути своей, нам рассказывают сразу две истории, что происходят параллельно друг к другу. И на удивление, за этим очень интересно наблюдать. Комиксы читаются на одном дыхании, и за все время я ни разу не заскучал. Атмосфера полностью соответствует оригиналу. Видно, что автор пытался показать тот самый Дануэлл из игр. А потому даже свои нововведения, которые он добавил в лор, не кажутся лишними или конфликтующими с оригинальной вселенной. Ну, почти. Нам даже дадут взглянуть на уже знакомые места из игр, что просто бальзам на душу любому поклоннику серии. Однако, пускай мне и понравился вермудский обман, при прочтении я не мог не заметить некоторые ощутимые недостатки, которые для кого-то могут оказаться критичными. Ну, во-первых, официальный перевод сосет жопу. В свое время мне удалось купить комикс вживую. И знаете, Билли Лурк и Дилия Копперспун – это сильно. Сам перевод мне показался кривоватым. Может, он и хорошо передает суть оригинала, но читать его временами бывает больно. А потому уже второй раз я читал онлайн. Благо, там таких сильных проблем я не заметил. Далее идет рисовка. Да, поначалу она кажется сносной, а временами даже красивой. Но чем дальше ты читаешь, тем больше находишься больше и больше, откровенно говоря, уродских моментов. Зачастую, лица персонажей представляют из себя едва разбираемое месиво. Бывают моменты, когда один и тот же фрейм используется дважды, а то и трижды, но с маленькими изменениями. Сама концовка, как по мне, получилась очень сжатой и рассказывается как будто бы в спешке. Новые персонажи не запоминаются. Ту же Марту нам практически никак не раскрывают. Лишь давая мелкие намеки на ее прошлое, которое на бумаге действительно выглядит интересным. Ну посвятите вы этому отдельную часть комикса. Пускай в итоге будет пять частей, но зато концовка не будет заканчиваться в спешке. А новые персонажи станут куда более интересными. Однако, если откинуть все вышеперечисленное, комикс получился очень даже ничего. История запоминается. Персонажи не раздражают. А следить за историей Марты и Корво было по-настоящему занимательно. В общем, к прочтению рекомендую. Но только если решите приобрести физическую версию, то помните про перевод. Я вас предупредил. Также, по вселенной Dishonored выходил еще один комикс. Под названием... The PRS and the Price. И событие которого происходит в Дануале после Dishonored 2. К сожалению, данного комикса нету на русском языке. А потому рассказать в нем что-либо я не могу. Я неплохо знаю английский, но не настолько хорошо, чтобы читать полный комикс на нем. Возможно, когда-нибудь он выйдет на русском. И тогда я обязательно сделаю на него обзор. И сразу хочется предупредить, что все книги я читал достаточно давно. А потому в моих словах могут быть некоторые неточности. К сожалению, нынче у меня нету времени на перечитывание всех книг. Иначе бы этот видеоролик вышел хорошо, если осенью. Однако, я постараюсь говорить только о тех вещах, которых уверен практически на 100%. Просто имейте это в виду. Порченый. Это первая книга из трилогии Адама Кристофера по вселенной Dishonored. Действие происходит между первой и второй частями. А если конкретнее, то за год до прихода Далилы на престол. Сама книга поистует нам о двойной жизни Эмили Колдуин, которая днем занимается королевскими делами, а ночью выбирается на улицу и путешествует по крышам Дануала. В одной из таких вылазок девушка замечает, как небольшая группа бандитов в масках раскапывает могилы на одном из кладбищ. Прикинув свои силы, Эмили решает не вмешиваться в драку. Однако в это время за ней в соседней крыше наблюдает ее родной отец Корво Атану. Корво решает сам во всем разобраться, однако неожиданно для себя на него нападает Китобой. Все-таки одержав победу в схватке, преступник сбегает, а Корво приходит к осознанию того, что банда Китобоев вновь вернулась в Дануал. Тем временем в Золотой Кошке девушка под именем Галия Флит встречает таинственного человека, что скрывает свое лицо за красными очками и полностью покрыта роскошной тивянской шинелью. Мужчина зовет себя Жуковым, а после, припомнив прошлое о девушке, прилагает ей силу, которую она утратила давным-давно. Дело в том, что еще несколько лет назад Галия Флит была приспешником Дауда, то есть Китобоем. И с распада Китобойной банды девушка неоднократно желала вернуть потерянные способности. Теперь же Жуков предлагает ей вновь стать Китобоем, даруя ей силу и показывая, на что способен сам. Как оказывается, Жуков также имеет магические способности, однако, которых нет ни у Корво, ни у наемного убийцы Дауда. С этого момента и начинается история. Сама книга повествуется с обеих сторон баррикад, обычно чередуя главы. В одной главе мы наблюдаем за историей от лица Эмили, а в другой уже от Галия с Жуковым. И так примерно до последнего акта. Ну, что могу сказать про саму книгу? Лично мне она сильно понравилась. В книге есть много отсылок на сами игры. Появляется много уже знакомых нам персонажей. Жуков, как антагонист, кажется достаточно серьезным противником. А последние главы книги и вовсе показывают его острый ум. Сама атмосфера Дануала сохранена. Персонажи не бесят, а история в конечном итоге выдалась достойной. Однако, несмотря на это, у книги есть и минусы. Например, пускай мелкая, но все-таки перепись канона в угоду истории. То есть да, часть канона была переделана, что явно понравится не всем. Сам Жуков, как по мне, недостаточно раскрыт. Пускай мы и понимаем его мотивы и знаем какую-никакую историю, Сам бой с ним получился очень сжатым и до конца непонятно, что с ним в итоге произошло. Сама книга небольшая, а потому к чему такая спешка, лично мне не совсем понятно. Однако, в любом случае, книга получилась добротная. Но, к сожалению, только для поклонников серии. Ибо обычному прохожему, незнакомому с серией, тут делать нечего. Ибо вам будет ничего непонятно. Книга никак не объясняет моменты из Дизонорда, которые вы могли забыть. А потому, если вы играли в Дизоноры давно, пришло время его перепройти. В возвращении Дауда, действие книги происходит на момент начала второй части. То есть, буквально во время первой миссии, когда Эмили сбегает из Дануала. Сам Дауд, как несложно догадаться, находится в поисках способа убить чужого. И, по сути своей, это и есть основа всей истории. Сама книга практически все время повествуется от лица Дауда. Ну, за редким исключением. На протяжении всей книги, Дауд будет путешествовать по миру, в поисках любой информации, как убить чужого. И на этом, краткое описание книги подходит к концу. Ибо спойлеры, это удел пидорасов. Как вы могли заметить, без спойлеров об этой книге, не так уж и много можно рассказать. Лишь хочу заметить, что Адам Кристофер дает четкий ответ, почему Дауд решился убить чужого. И пускай сама жизнь Дауда между первой и второй частями показана мельком, и, как по мне, не совсем в духе персонажа, сам ответ не кажется чем-то бредовым. Ну, почти. Однако, в любом случае, это лучше, чем ничего. Да, Аркейн Студиас? Твой последний контракт. Готов, Биле. Кто моя цель? Черноглазый ублюдок, который посеял весь этот хаос. Я тебе не верю! Ты несешь хуйню! Ну, а если оценивать саму историю, то, как по мне, она получилась слабее, нежели порченной. Да, тут тоже хватает интересных моментов, и временами даже переживаешь за главного героя. Но большую часть времени занимает обычная болтовня. Сами персонажи, за исключением разве что Дауда и коллекционера, не представляют из себя ничего интересного. Драки получились скомканными. Темп повествования жестко провисает где-то к середине книги. А концовка не имеет никакого смысла, если вы не играли в смерть чужого. Временами персонажи ведут себя тупо. Некоторые главы можно смело убрать, ибо они лишь растягивают историю. Сама книга получилась тоньше, нежели порченной, и это чувствуется. Однако, несмотря на все минусы, я не могу назвать книгу плохой. Да, она получилась хуже порченного. Да и многие ошибки порченного перекочевали и возвращение Дауда. Однако, при всем при этом, тебе все-таки интересно читать, что самое главное. В книге есть интересные дополнения к лору. Автор пытается закрыть сюжетные дыры, что создали Аркейны своим недопродолжением. Однако, перед прочтением, не завышайте себе ожидания. Эта книга неплоха, однако, как по мне, свой колоссальный потенциал она так до конца и не раскрыла. Субтитры создавал DimaTorzok Скрытый ужас, сука. Об этом я могу говорить долго. Если вам интересно, можете глянуть полноценный обзор у меня на канале. Однако, осторожно, там есть спойлеры. Ну а если говорить вкратце, то Билли Лерк после убийства Чужого потеряла возможность безопасно пользоваться магией. При использовании осколка бездны, девушка то и дело теряет сознание. Помимо всего этого, Билли жалуется на постоянную головную боль, которую она подавляет лекарствами с черного рынка. Один раз, отправившись за таблетками, Билли узнает о неком Дрибнере, коллеге Антона Соколова. Встретившись позже с которым, узнает о том, что после смерти Чужого в мире появились порталы в бездну, что угрожают разорвать весь мир на кусочки. Их источник находится где-то в Карнаке, куда девушка и отправляется, чтобы спасти мир. Окей, а теперь разъеб по фактам. Нераскрытые персонажи, куча нарушений канона и сюжетных дыр, абсолютно бездарный, сука, перевод, что кишит ошибками, путешествия, блять, во времени, никак во второй дизе нет, где это было на одной локации и где все объясняется. Нет, путешествия во всем, сука, времени и пространстве. И это даже не шутка. Вся история это ходьба из точки А в точку Б. Книга скучная и душная. Концовки у книги нет. История просто обрывается на полусловие. И это не преувеличение. Так оно и есть. Вся завязка истории в том, что Билли идет спасать мир. Но в конце истории она только начинает его спасать. То есть, по факту, все, что мы прочитали, не имеет никакого смысла. Все. Все. И с 2018 года ни хуя больше не вышло. Ни Скрытого Ужаса 2, ни Дезоноред Смерть Очка Дауда ни хуя не вышло. Почему это пиздец? Потому что эта книга официально призвана каноном. И она создана была только для того, чтобы поставить точку во всей многолетней истории серии игр. Это конец серии Дезонор. Если Дезонор 3 и выйдет, он будет про других персонажей. А эта книга, это конец персонажей, которых мы уже знаем. Но концовки нету. Просто, блять, горит. Это так, сука, обидно. Эту книгу я не рекомендую к прочтению никому. История невыразительная. Весь огромный потенциал просто слит в унитаз. И на это просто больно смотреть. Как последняя часть Дезонорда и последняя книга по ней сделаны спустя рукава. Харкая на все то огромное наследие, что оставили после себя оригинальные игры. Вот опять же, просто, блять, обидно. Ну что ж, какой мы с вами можем подвести итог? Если вы так же сильно любите Дезонорт, как люблю его я, и вы вновь хотите окунуться в эту загадочную атмосферу, то комикс «Вермудский обман» и «Роман порченный» явно придутся вам по вкусу. Артбуки по вселенной получились отличными. А вот с продолжением книг вышла какая-то лажа. Однако, несмотря на это, я искренне рад. Я рад, что у Дезонорда есть книги, артбуки и комиксы. Не каждые игры имеют хоть что-то из этого. С выходом каждого такого произведения у сообщества появляется больше материала для теорий, для мемов и для артов. А соответственно, появляется больше фанатского творчества и контента, который не дает этой игре исчезнуть на полках истории. И этот видеоролик – так раз таки часть этого контента. Спасибо за уделенное время, мои дорогие друзья. Ну а с вами был Краби Гангстер, и мы еще с вами увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok